Точные годы вернулись. Правда, не во всей стране, а лишь в некоторых госучреждениях. Ревизия госконтроля за прошлый год показала, на смену тортов в дни рождения чиновников пришли обеды в замках и дорогих ресторанах. В целом, госконтроль подготовил 161 рекомендацию и просил премьера лично ознакомиться с результатами ревизии в госучреждениях. Тратились деньги не только на различные семинары и собрания, во время которых было организовано питание для участников. Также и тратились деньги на цветы, чтобы украсить кабинеты, и также на кофе и различные сладости, чтобы репрезентировать бюро министров и администрации. Грустную улыбку у ревизоров вызвала фантазия, из которой госслужба леса подошла к организации соревнований с целью развития у своих работников навыков надзора за охотой. Что интересно, что работники соревновались в таких видах спорта, как, например, битва поваров, надзор за охотой из движущегося транспортного средства, лесной волейбол, стрельба из лука. Больше всего претензий у ревизоров к Министерству образования и земледелия, о чем уже проинформирована генпрокуратура. Интересно, что, имея собственных юристов, министерство все чаще нанимает представлять себя в суде других. Это, наверное, лучше всего знать сотрудники министерства, а не адвокаты и юристы со стороны. Мы считаем, что тенденция эта связана, наверное, с тем, что за годы независимости у нас госуправление стало слабым, наверное. Оно не верит своим силам или второй вопрос может быть ленивым. А еще многие госучреждения стали практиковать оплату работы авансом на год, а то и на два вперед. Эта цель очень такая, наверное, простая, потому что, когда руководитель институции видит, что в конце года у него остаются деньги, которые он по закону должен оплатить обратно в бюджет, ну, появляется это желание как-то уже оплатить расходы уже в следующие годы, но это как-то уже неправильно, если мы на это смотрим в таком государственном масштабе. Часть госучреждений тратила деньги, выделенные для подготовки к председательству Латвии в ЕС, на доплаты своим работникам командировки, ремонт помещений и закупку нового оборудования.